Дай почитать Итак, главная героиня Мари, незаконно рожденная сестра королевы Аленоры Аквитанской. Она очень высока для девушки, совсем не привлекательная. У нее было шестеро теток, амазонок, которых отправили или на тот свет, или замуж, или в монастырь. А умирающая мать просила держать ее смерть в секрете, потому что добрые родственнички отберут у Марии все имущество и земли, ведь она пока ребенок, незаконно рожденная, и ей не положено ничего. Марии два года будет скрывать, что именно она управляет имением и очень успешно. Род Марии – род великанш, потомков мелюзины, это воительницы, входящие в состав крестоносов. Но королева отсылает Марии в далекое захудалое батство, в котором мало монахинь, и они умирают от недостаточного питания, холода и болезней. Марии понимает, что эта ссылка приведет ее к верной погибели, но подчиняется воле королевы и, как ни странно, очень тепло относится к своей своенарабной сестрице. Далее на 250 страницах мы будем узнавать, как Марии, вопреки всему, возрождает аббатство, сопротивляется трудностям, иногда поступает не совсем правильно и в итоге побеждает. Действие, напомню, происходит в Англии XII века, в период феодальной раздробленности, крестовых походов и приближающейся Столетней войне. Королева-мать Алия Нора Аквитанская – сильная женщина, символ уверенности и стабильности, поэтому ее зеркальное отражение аббатиса Марии, сумевшее спасти монастырь и сделать его богатым, тоже символ великой женщины, способной править и управлять. Также это период становления культа Богородицы. Вера в чудо, ожидание откровения, божественные видения аббатисы наполняют этот роман о прапраправнучке феи Мелюзины, мистикой и духом Средневековья. Конечно, здесь сильно проявляется современный феминизм. Ну а вывод – красота ничто по сравнению с добродетелью, силой, умом, благородством и таким величием духа, что перехватывает дыхание. Красота – пылинка. Финал все же неутешителен, но для того, чтобы его узнать, надо прочитать книгу Лорен Гроф «Аббатиса 18+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!